Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые и фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Центральной темой на финансовых рынках остаются события в Англии. Мы снова говорим о тематике Брекзита, о сроках выхода Англии из состава Европейского Союза, о тех договоренностях, которые сейчас есть между оппозицией, между правительством, о потенциальных договоренностях, которые могут возникнуть между действующим премьером Англии Борисом Джонсоном и Европейским Союзом. Тема эта сейчас интересна не только потому, что все больше новостей мы стали получать по ней, но и потому, что очень скоро, друзья, наступит тот самый дедлайн 31 октября, когда Англия должна выйти из состава Европейского Союза. И сейчас мы знаем то, что у руля Великобритании находится не политик, который готов вести переговоры и делать все возможное, чтобы выхлопотать, скажем, самые оптимальные условия. Для этого можно многократно переносить дату выхода, лишь бы выкрать время. Борис Джонсон совершенно другой политик. Это человек, который считает, что перенос сроков без желания Европейского Союза идти на определенного рода уступки, это бессмысленное предприятие. В принципе, я с ним абсолютно согласен. Ну ладно, к фунту мы еще вернемся. Давайте по ключевым финансовым активам. С нефтянки начнем. Бренд 59,41. И на текущий момент, если среди вас, друзья, есть покупатели такие же, как и я, для нас, конечно, уже длинная позиция остается пока что бременем, потому что бренд продолжает упорно и уверенно снижаться уже вторую неделю подряд. Фактически бренд уже нивелировал весь рост, который был показан этим активом после теракта и нападения дронов на нефтяную инфраструктуру Сауди Арамка. Причина, по которой нефть снизилась за последние дни, это комментарии Reuters, сообщения Reuters со ссылкой на SEO Сауди Арамка о том, что компания полностью восстановила работоспособность и инфраструктуру, ликвидировала последствия, и в принципе Саудовская Аравия вышла на те уровни добычи, которые были достигнуты ранее. Это около 10 миллионов баррелей в сутки. Также давление на нефть оказывает действующее перемирие между Саудовской Аравией и Йеменом, в том числе и в отношении тех регионов, которые контролируются хуситами. И, безусловно, еще мы сейчас на фоне целой кучи макроэкономических отчетов, последних данных по производственной активности ведущих регионов еврозоны и в целом валютного блока, а также данные по активности производственного сектора СМ США, мы констатируем многолетний спад, который, разумеется, снова повышает вероятность рецессии, потенциального экономического кризиса и тотального мирового экономического спада. На фоне снижения темпов роста мировой экономики, конечно же, очень логично ставить на то, что бренд должен терять свои позиции, потому что чем меньше будет динамика роста, тем меньше будет аппетит и, соответственно, потребление энергосырья. Но в то же время, друзья, я уважаю фон, который сейчас способствует продажам, но я также понимаю, что нельзя просто так отпускать ближневосточную тему. Можете критиковать меня за это, но мне кажется, что действия Саудовской Аравии, в том числе и сначала возвращения к военной кампании, потом по перемирию, действия по поиску союзнической поддержки со стороны США, вот эти новости о дополнительной концентрации военных сил, оборудования и вооружения на территории Саудовской Аравии. Это какой-то спектакль, друзья, который сейчас разыгрывается. И я допускаю, что инциденты с нападением на объекты могут повториться, что приведет снова к возобновлению военной кампании со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно, этот фон, Ближний Восток, он легко может перекрыть все эти негативные факторы, о которых я только что говорил. Соответственно, пока что, друзья, я буду предан длинной позиции. Может быть, я остался один покупатель на этом рынке, но я считаю, что еще не нужно хранить вот эти вычие перспективы. Доллар иена 107.85 мы снова снизились. Снижение последовало после того, как крайне разочаровал вчерашний отчет по АСМ производственному сектору. 47.8 это фактически показатель минимум с 2009 года. То есть это уже серьезно. Друзья, это не просто какой-то спад, продолжающийся там несколько месяцев подряд. Это динамика, которая явно указывает на кризисные времена производственного сектора. Собственно, после выхода вчерашних данных мы снова увидели очередной твит Трампа, в котором он с гневом обрушился, собственно, на Федрезерв, отметив, что Джей Паул, как он называет председателя американского регулятора, по-прежнему ничего не делает, чтобы помочь экономике. Тем временем ситуация только лишь ухудшается. Из-за того, что доллар остается довольно крепкой валютой на фоне смягчения прочих валютных инструментов в мире, страдает производственный сектор. И снова Трамп призвал ФРС действовать более агрессивно, чтобы помочь экономике сейчас и запустить процесс ослабления курса национальной валюты. Если посмотрим сейчас на вероятность снижения процентной ставки, она увеличилась, друзья, с 40 до 65%. Я думаю, что все-таки в конце этого месяца, 30 октября, мы увидим еще одно решение Федрезерова по снижению ставки на 25 байсных пунктов. Если на этой неделе разочаруют и данные по рынку труда, это EDP. Сегодня в 15-15 и Non-Farm Perils в пятницу 100%. Ставку снизят и доллар будет испытывать давление. Кстати говоря, по доллару и иене очень интересно сейчас отыгрывать идею потенциального замедления темпов роста мировой экономики. Опять же, по тем же самым предпосылкам промышленного спада, о которых я говорил. То есть, это фон, который способствует росту на защитные активы. Золото, кстати, пока что не собирается расти. Это непонятно мне. Видимо, участники рынка сейчас настраиваются на оптимизм перед переговорами между США и Китаем в расчете на то, что страны смогут договориться. Думаю, что рынок на следующей неделе ждет еще одно разочарование. Поэтому, если вы еще золотом не закупались, считайте, что рынок подарил вам возможность купить дешевое золото. Евро против доллара 1.0933. Мы немного восстановились локальных минимумов. Но суть и дело это не меняет. Друзья, я повторяю, что это нормальная динамика, когда на фоне развития нисходящего тренда периодически чуть-чуть откупить активы дают покупателям. У нас данные по производственной активности ведущих регионов еврозоны и валютного блока на прошлой неделе. Точнее, отчеты, которые мы видели вчера, доказали проблематику с экономическим ростом еврозоны. Германия вообще на пороге технической рецессии. И, скорее всего, мы увидим ее уже по итогам третьего квартала. Поэтому по евро-доллару позиционно, друзья, продажи я не хочу давать вам конкретные уровни сейчас, которых можно купить, точнее продать евро. Если вы это не сделали раньше, поезд, скажем, уже ушел и возможности упущены. То есть, вам нужно ждать теперь, если произойдет мощного отката. Я держу короткие позиции и ориентируюсь на евро-доллар в уровне отметки 1,08. И фунт против доллара 1,2283. Британская валюта удерживает за собой статус волатильного актива. Интриги усиливаются. В частности, события по Брекзиту становятся все более резонансными. Мы говорили про возможность импичмента, про возможности вотому недоверия. Это все, друзья, сохраняется. Сейчас из последних новостей. Палата общин, скажем так, парламент будет добиваться того, чтобы Борис Джонсон обратился к Европейскому Союзу с просьбой перенести официальный срок выхода Англии из состава ЕС за пределы 31 октября. То есть, дальше. Почему это нужно сейчас? Потому что, если в крайний срок, 19 октября, Борис Джонсон не обратится за этим предложением, с этой просьбой, то фактически у парламента не будет времени, чтобы обратиться со своей стороны в суд, признать действия Джонсона незаконными для того, чтобы сконцентрировать его власть в своих руках и уже начать вести переговоры от лица парламента. Я думаю, что Джонсон все эти сценарии прекрасно понимает. Сейчас он не будет просить ЕС перенести сроки. До самого последнего момента мы будем, скажем, вот в этой политической неопределенности, 19 октября, я думаю, что тоже особо ничего не изменится. Но, как я уже отмечал, даже если и все-таки 19 октября Борис Джонсон уважит требования парламента, вряд ли Европейский Союз согласится на те условия, которые были предложены буквально накануне Англии, условия будущего соглашения между странами. Ну и по другим активам австралиец у нас, в принципе, останется под давлением после решения по процентной ставке. Это железо и бетон, уже и понятно. Доллар канадец, вот для меня загадка динамика вчерашней пары, потому что мы увидели слабый отчет по ВВП 0%, и мы увидели снижение цен на нефть, но при этом доллар канадец откатил к отметке 1.32. Я думаю, что это также хорошая возможность, друзья, откупить, потому что очевидно, что после последнего отчета по ВВП ставку Банк Канады будет снижать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.